скажешь когда ты чё да или что давай здоровой и снова здравствуйте привет как хорошо что мы сегодня собрались я хочу сказать действительно огромное спасибо за то что вы находите время приезжайте в гости это очень классно то есть на самом деле одна из одной из прелестей вот этой всей чайной движухи тем что люди больше общаются друг с другом что чай в принципе как-то вот объединяет все под небом и вот эти как бы связи человеческие вот то что вот уходит вместе там туда вот в айфоны во все эти граммофоны и во прочее все вот эти телефоны патефоны люди пьют чай общаются что-то обмениваются какими-то идеями мыслями посудой чаем и что-то друг другу рассказывают продают покупают это очень здорово спасибо большое за то что приезжайте к нам и приезжайте почаще и вообще поэтому рады вас видеть вам спасибо такие беседы классные получаются и людям это заходит люди это смотрят я очень рада какие-то вопросы да там ко мне приходят что-то там вот а я вот уже смотрел там вот восьмом сезоне пятнадцатая серия вы там вы там раскрыли тайну имени вот вот этого до этого замещания менять смысл продолжать общаться записывать что-то рассказывать потому что многим кажется что все понятно многим совершенно ничего не понятно что-то хотят слышать от нас это кстати очень очень классный момент то есть часто приходят люди говорят ну вы же там типа знаете вот посоветуйте или там типа ну вы же уже все знаете вот слушай стрик я могу сказать лично мое мнение это вот знаешь как вот вот это вот знаменитая история то есть чем больше увеличивается круг знаний больше как бы ты понимаешь что вообще в принципе ничего не понятно потому что еще больше как бы информации поступает мир становится больше ну вот это чайный мир или около чая не я понимаю что такое количество всевозможных еще чаев есть крутых столько разной посуды классной столько каких-то нюансов мелочей которые мне явно не известны и в ближайшее время я даже вряд ли смогу там уделить какое-то внимание мне кажется каждым годом становится только все интереснее интереснее я если можно представлю обязательно нашего домового это дмитрий здравствуйте просто тут ситуация такая как бы чайный пьяница это только дмитрий здесь других как бы не бывает ли не пока по крайней мере это дмитрий чайный доктор тот самый вот мы с дмитрием работаем в общей сложности с 2014 года вместе то есть уже работали не работали работали больше меньше да сейчас дима работает здесь плотно прекрасно вот познакомим здорово очень классно то есть сейчас работаем тут плотно и у дима есть одно направление конкретно по изготовлению чая и он является как мне кажется специалистом по некоторым видам керамики китайской и некоторым видам фарфора то есть если вам очень нравится чайник это крайне высока вероятность что это дима молодец если вам очень нравится пиала крайне высока вероятность что это дима молодец и если вам очень нравится некоторый чай то крайне высока вероятность что это дима молодец в том числе поэтому именно привет Дмитрий. Класс! В плане нравится то, что здесь у вас есть. То есть я имею ввиду, что я все лавры как одеяло не перетягиваю на себя. Есть чайники, которые конкретно выбирал Дима. То есть он выбирал, общался с людьми, общался с китайцами, они ему что-то там объясняли, показывали. Эти чайники пришли и бывает, что он там страшно ругается, что фотографии показывали. Он венгер, он по-венгерски ругается. По-китайски ругается. По-китайски начинает ругаться. Он по-венгерски ругается на языке финно-угорской группы. Что ты туда положил вообще? Что это такое? Что это за чайник? Секретный ингредиент. То есть бывает такое, что чайники пришли и не те. Что-то там не так. По фотографиям было одно, а они там не такие. Или наоборот. Бывает, что ждали просто, а приезжают какие-то жемчуга, сокровища, бриллианты. Чаще первое, к сожалению. Чаще плохие? Не те, которые ждал. Не то, что плохие, а не те, что ждал. Это не значит, что они плохие. Знаешь, мы все равно вынуждены как-то доверять людям. Просто есть, условно говоря, вот эти гонсишные чайники. Вот эти, да? Да. Они из одной партии, из одной мастерской, да? Нет, вот собратьев этого чайника уже не осталось ни одного. А этот есть еще один с этими жирафами, да? Да, тут много работ. Это молодой мастер и вот этот с пилоном, с жирафами. Вот эти девочки высокие, это тоже его. Поэтому получается, что есть большая часть Диминой работы, Диминой заслуги, Диминого бумфа. В том, что вот тут есть вот такие предметы какие-то, да, есть какой-то чай. То есть Дима... Ну, короче, мы как бы там занимаемся многим и бывает делим лавры, как бы все. То есть, короче, молодцы, да. Дима молодец, будь как Дима. Это я и про себя тоже. А смотри, Дима, если человек только начинает пить чай, начинает пользоваться Типотами, там, и приходит, ну, момент, что он хочет чайник. Вот, куда ему смотреть вообще? Чем это отличается чайник от Типота? Ну, да, да, да. Начнем с того, что Типот, это непосредственно, наверное, лучший предмет, для того, чтобы начать, для того, чтобы познакомиться, потому что он в себе совмещает сразу два предмета. То есть это и заварочный чайник, и чахай в одном лице. Ну, и посовместиться, это очень удобный вариант для офиса, для путешествий каких-то, для любых каких-то экстремальных условий. То есть не нужно там раскладывать целый набор, не нужно, то есть раз-раз-раз и пиалка. Ну, то есть у тебя всего есть два предмета. По сути это Типот и чашка, из которой ты пьешь. Но есть как бы некоторые нюансы, которые урезают его возможности в раскрытии непосредственно чая. То есть стенки его довольно тонкие, и вся прелесть заварников глиняных в том, что он подолгу держит тепло. То есть чай всегда находится в боевой готовности, он всегда распарен, он всегда открыт. То есть вот даже сейчас эти чайники, вот можете прикоснуться, проверить, они очень горячие. Вот у глины Гуанси, у нее очень большая теплопроводимость. Он нагревается вообще. Очень сильно, то есть да, в отчаянику он всегда готов. И Типот не может такого погореть. Ну, плюс Типот это там пластик, в принципе. Есть стеклянный оба внутри. Я стеклянный не видел, кстати. Пластиковая. Понятно, что пластик этот классный, крутой, лицензированный, дипломированный и все остальное. Но, тем не менее, то есть как бы есть такое... Тут удобство, оно там, естественно, компенсирует все остальное. То есть мало того, люди берут с собой только внутреннюю вот эту часть, даже вот командировки. Я видел, да, просто раз. То есть я реально видел видео и фотки, когда люди с собой едут куда-то и берут только вот это все. Там в любой гостинице ты найдешь чашку, понимаешь? И все, и ты себе как бы чик-чик заварил. Авторатическая гайбанька. Да, да. И что-то все есть. То есть тебе вообще ничего не надо. У меня дома два таких чайника. Один там большой, крупный, один маленький. Малому что-то заварить, она же быстро там чуть-чуть. У меня вот с собой сейчас в номере. Ну, в смысле, да. Помимо там горы каких-то чайников еще есть вот такие. Ну, помимо этого, Исинский заварочный чайник – это эстетика, это произведение искусства. То есть он, конечно, ни в какое сравнение не идет. Ну, и даже сам непосредственно, за что многие любят пользоваться этими предметами, взаимодействует с ними само чувство, когда ты берешь его в руку и сливаешь чай, но это вот вообще ни с каким-то потом не сравнится. Ну, то есть совершенно другой процесс, совершенно другое внимание. Это произведение искусства, в принципе. Ну, то есть хороший чайник – это произведение искусства, это предметы коллекционирования. Спасибо. Это уже, как бы, такой момент, ну, как бы, такой чай и выше. Помимо этого, многие знают о том, что Исинские чайники, они нарабатываются при долгом взаимодействии с чаем. Это тоже своя игра. Есть чайники более пористые, менее пористые. У них разная вот эта степень наработки, разное взаимодействие с каждым чаем. Многие там заморачиваются под каждый отдельный там бит или сорт чая, подбирают себе отдельные заварники. Разная толщина стенки. То есть это, ну, и по сути, это не просто там какие-то байки. Это все можно проверить, пощупать, посмотреть. У нас был однажды такой хороший пористый чайник Исинский. И мы заваривали в нем тигуанин, по-моему, ну, что-то такое легкое, слабое. Он был абсолютно новый. Абсолютно новый. Мы сейчас, кстати, подходим вот к этому вопросу, о том, что мы с них постоянно пьем. Вот. И мы сливаем чай и просто понимаем, что это водичка теплая. То есть чайник полностью впитал весь вкус и аромат. Ну, съел как бы. Съел, да. Съел. Какой-то там первые один, два, три заваривания съел. Ага. Я хочу сказать, ну, мы не академические ученые, которые изучают там свойства глины. Там под микроскопом какие-то там уменьшения, увеличения молекул, которые там что-то... То есть, ну, это просто наш опыт, который вот на уровне... Да, да. Все субъективное мнение, какие-то наблюдения. Да, да. Все исключительно субъективное. Позаваривали, поделились друг с другом мнением. Еще с кем-то пять человек об этом услышало. Поспорили, не поспорили. Вот, а ну вот, прикинь, вот такая штука, посмотри. Ой, здорово. А вот пришли такие чайники, нас там собралось пять человек. Три-восемь. Покрутили, позаваривали, посмотрели, позвенели. Какое-то мнение какое-то там для себя сформировали, окей. В смысле, оно может быть неправильным. Может быть там реально, если там десять лет обучаться в какой-нибудь там китайской консерватории чайной, тогда, возможно, я узнал бы все по-другому. Но мы говорим о том, что мы тут видим. Был такой же чайник, да, съедал. И не раз такое съедал. Ну да, но это настолько очевидно, что просто невозможно не заметить. Даже если не особо искушенный человек в вопросах китайской культуры, чая и всего этого, ну просто две чашки рядом стоишь, пробуешь и оно суперпонятно. Цена от чайников? От чего отталкивается? Ну с чем отличается? Да, интересный момент. Дело в том, что, как правило, если уже говорить про какой-то высокий уровень, то у многих именитых мастеров, у них есть какие-то семейные запасы глины, некоторые такие виды, которых уже вообще нет в современном мире, какие-то более редкие, хитрые, вот. Есть там более простые, но не суть. И при производстве недорогой посуды, недорогая, это там условно до 100 долларов США, цена в Украине. Они изощряются и идут на любые методы для того, чтобы придать этим заварникам какой-то внешний вид, какие-то свойства, чтобы он всячески походил на какие-то более интересные, более редкие, хитрые виды глины. То есть, по сути, я как бы не могу утверждать, но там вероятнее всего, грубо говоря, в этом недорогом чайнике, бюджетном таком, совсем бюджетном, там ни о какой ручной работе, понятное дело, речь уже не идет, но там может быть пол таблицы Менделеева в этом заварнике, то есть не факт вообще, что безопасно с ним взаимодействовать. Я, опять же, не могу никак... Я думаю, тут как бы не настолько велика цена вопроса, чтобы просто элементарно перестраховаться по этому поводу. При этом у нас есть чайники, которые стоят там недорого, но в смысле, знаешь, как бывает, вот ты его держишь в руках, и понимаешь, что это не может быть там травяной обжиг, ну вот реально, ну за эти деньги не может быть, не может быть там какого-то цвета глины с такими вкраплениями, ну вот, и как бы, я-то понимаю, сколько он стоит на входе, да, и ты такой думаешь, блин, а что с ним вообще-то, из чего? Что ты такое? Вот у нас, знаешь, был, короче, момент такой, разбился, приехал чайник, классный, крутой, реально ручной, достаточно внушительный, там, дорогой, что-то там долларов-то, я не помню, там 150, 200, 300 стоил, и у него там отбилась там пипочка на крышке, я не помню, как она называется, жемчужина там дракона, естественно, и, короче... Бусина дракона сюда. Бусина дракона. Окей, бусино, да. Яичко. Яичко. Яичко бусины, да, бусино яичко, короче, этот вот. Короче, там, чайник получил повреждение, значит, Дима связывается с чуваком в Москве, зовут его Константин, он занимается кинцуки. Вот это вот реально там древнее японское искусство восстановления посуды при помощи золота, там, в том числе, рак, этого, лака уруши или уруси, то есть там, ну, реально человек-мастер, и мы к нему отправляем там целую, как бы там кучу, ну, я не знаю, там, штук 5-6-7 чайников, у одного там треснула крышка, у другого что-то там отбилось, тот, значит, там какой-то вывален бок, там, что-то ударилось, что-то упало, и он через какое-то время, когда эти чайники к нему попадают, было там сколько-то там лет назад, он, значит, нам, типа, прям по каждому из них пишет, там, типа, вот это стоит, там восстановление будет столько, вот это столько, и получается по факту, что только вот в этом, вот в одном чайнике он полностью состоит из глины. Во всех остальных чайниках есть примеси каких-то там, силикона, какой-то, блин, а там был чайник мой был, которым я пользуюсь там, ну, короче, который там середины двухтысячных годов, например, знаешь, там я уронил крышку, и он, как бы, просто по каждому пишет, что, ребят, ну, как бы, ну, там, правда, не было ничего гениально дорогого, ну, типа, вот это всё, как бы, ну, в принципе, уже какой-то там чё-то чу-нибудь, знаешь, какие-то. Суть в том, что, просто, к чему это всё, он не давал стопроцентной гарантии на ремонт, ну, что этот предмет... Выживет, потом и будет, какое-то время будет потом дальше функционировать. Там и так довольно-таки сложные правила касательно отремонтированных предметов, там целый... Его нужно, мало того, чтобы постоянно использовать первые полгода, нельзя, чтобы он пересыхал, иначе тоже может произойти беда, там, влажность, не влажность, ну, короче, вот такие вот дела. Короче, как бы, оказалось, что в чайниках, которыми мы пользовались какое-то время, и это личные чайники были, не продажные, как бы, оказалось вдруг, что в них есть, вот, как бы, вот, какие-то вот эти, то есть какие-то добавления в эту глину, которые, так или иначе, там, либо давали цвет, либо какую-то там фактуру, либо что-то как-то, вот оно меняло. То есть, хотя... Да, работать с ней наверняка, там, как-то легче, если в нее добавлены, там, какие-то... Может быть, это абсолютно нормально, я не в курсе, я просто говорю, что, как бы, мы все привыкли к тому, что глина не глина, знаешь, китайцы пишут эссин вообще везде. Ну да, да. Просто абсолютно на любом предмете вот такими буквами написано эссинская глина, знаешь, там, типа, ручная работа. А вот это, ну, как бы... Вот по факту я так думаю, что там чайник, ну, дешевый, ну, не может быть ручным, не может быть там глиняным, ну, такое. Это не говорит, что он плохой или хороший, просто, что... Абсолютно так же, как в продуктах питания. Там, допустим, есть какие-то ешки там опасные, которые запрещены в некоторых странах, а в некоторых разрешены. Как бы это же абсолютно никак не контролируется, по большому счету. Поэтому, собственно, в дешевом чайнике вас может ожидать все, что угодно. Ну... Дешевый чайник по ценовой категории? Как я уже сказал, это цена в Украине до 100 долларов, вероятнее всего, что что-то там с ним... Ну, опять же, нужно смотреть с каждым по факту. То есть, как бы, бывает просто предмет, допустим, ценность чайника в том числе, от его какого-то тиража. Есть какие-то неплохие заварники, простенькие, без каких-то изощрений. Они делаются там какими-то многотысячными тиражами, но в том числе он симпатичный, классный. Он классный, льет хорошо, и заваривает хорошо, да и вообще он классный. Почему нет? Еще момент такой, что требовать документы от китайцев на там... Абсолютно нет никакого смысла, потому что эти документы тоже могут быть предоставлены. То есть, вопрос как бы просто какой-то такой, знаешь, типа, можно ли там за какие-то небольшие деньги купить классный предмет? Да, можно. Будет ли он настоящий? А зачем тебе это надо знать? Знаешь? Угу. Ты включи, я сейчас быстро поправлю, что он пишет стол. Поехали? Да. Угу. Смотри, я что хочу сказать. Это совсем не значит, что все чайники, которые там стоят тысячи гривен или две, там или три, что они все плохие. Нет. Вопрос такой. За любые, в принципе, деньги можно купить хорошую посуду. Вопрос просто, то есть, ну, классный чайник – да. Хорошо заваривает – да. Тебе нравится – да. И тут такой вопрос – а что в нем не так? То есть, блин, все в нем в порядке. А может быть там содержание какое-то там это, и там зашкаливает? Ну, блин. Ну, как бы, если тебе это интересно и важно, и нужно, то по факту, я уверен, что ты везде найдешь эту, как бы, какую-то вот эту вот… А вдруг он не нарабатывается, да? Да. Я вот три года нарабатываю, а вдруг он не нарабатывался. То есть, как бы, я имею в виду, что это тоже, тоже, как бы, такой момент, понимаешь? То есть, на самом деле, там, условно говоря, можно купить чайник за 10 тысяч гривен, и у него будет там, не будет водяного замка, например. Или там, крышка будет чуть-чуть там бегать. Ну, на какой-то там, больше, чем тебе хочется. Это что, плохой чайник? Нет. Поэтому это все, знаешь, как бы, такие моменты. То есть, можно купить чайник задешево? Да, можно. Будет ли он из той самой ясинской глины? Нет. Там, будет ли он какой-то там, ручной? Думаю, нет. Понимаешь? Поэтому, тоже, как вот такая, то есть, послушай себя, думай, что там тебе нравится, и вот, как-то так. Ну, и в любом случае, когда, вот, у меня есть такой отдельный, вообще, жанр развлечений, я захожу в украинский интернет, и смотрю, что они там пишут, вообще, про свой выпуск. И там... Жанр развлечений. Да, да, да. Там, вот, допустим, если чайник стоит, условно говоря, там, тысячу гривен, а при этом там написано, какая-то, байни, дуани, какие-то вещи, которые, ну, вот точно, из другой оперы, но это, сто процентов, как бы, просто дезинформация, это неправильно. Ну, и человеку, который пытается что-то понять, как-то, ну, изучить вопрос, такие действия вводят его в тотальное заблуждение. Допустим, лично я уделяю какое-то время, внимание, и это часть, большая часть моего труда, это какие-то переводы, общения, разъяснения, донесения правильной информации, до конечного пользователя, вот эти, все, кто пишет такие описания, ну, просто обесценивает, вообще, весь этот труд, и человеку потом очень тяжело объяснить, почему, там, чайник стоит дороже, а как так получилось, а в чем разница, и так далее, тем более, по фотографиям, они часто бывают, вообще, визуально, совершенно одинаковые. Ну, и вообще, ну, много всякого, я часто вижу, ну, уже если, это, как бы, тонкие нюансы, там, какие-то, вылазит реклама, фейсбук, все дела, там, допустим, там, шу-пуэр на картинке с шен, зеленый, и там, этот самый, я не знаю, там, функционал у них там, у чайника, кто-то сказать, при математике, забежал, тук-тук, привет, ну, вот, или, вот, самый любимый, тоже класс, условно говоря, вот, есть, там, какой-то, ценитель, китайской культуры, и искусства, она заказывала на Алике, там, по 3 бакса, какие-то кисточки, для наработки чайников, они прикольные, они неплохие, они визуально симпатичные, все здорово, класс, они нравятся, и он думает, так, что бы мне за них прикинуть, как бы мне их продать, вот, и вместо того, чтобы написать, что это просто классный, эстетичный предмет, он пишет, тонкая, тонкая резьба, я смотрю, это же очевидно, что это, ну, лазером вырезано, тут просто, умственно, целый ребенок трехлетний поймет это, ну, то есть, ну, я не знаю, просто одна нога, одна нога в дурке, другая на банановой шкурке, потому что я, ну, просто напишите, хороший, классный предмет, но зачем вот эти зашьяни, вот эти все хитрые описания, они, кстати, поэтому я вот уклонился от всего этого, и пишу просто, ну, это Дима пишет чай, я пишу там, типа, крепкий пьяный чай, не вкусный чай, все, вкусный чай, вес 350 грамм, знаешь, цена 7, почему ты не пишешь 7? а потому что часто бывает 350, 360, и я, потому что, прикинь, есть люди, которые взвешивают, приходят и говорят, там у вас 357, а я взвесил, а у меня там 352, например, а это я еще без бумаги взвешивал, знаешь, вот есть такой анекдот, когда, типа, советскую газету, чувак пишет спичную фабрику, говорит, я, говорит, уже год, покупаю спички, у вас в одном коробке 402 спички, а в другом 398, а мы что там, сумасшедшие все? Вот это вот, из этой оперы, то есть есть люди, которые, блин, ну как вам объяснить, что блины лежат, что-то сухое чуть-чуть, тут это там 5 грамм, 10, 8, 3, а бывает больше, например, Бадуров недавно прислал блины, там по 370 грамм, мне что их отрезать там, знаешь, не, ты просто пиши, плюс, ну типа, бонус, бесплатно, 10% бесплатно, в каждой упаковке, бесплатной, там, 2 чашки чая, ну, поэтому есть, приучи друга, приучи друга, приручи друга, чай, друг там, типа, вот, чай, это как бы, огромная классная игра, понимаешь, поэтому все тут, и чайники дорогие, дешевые, и чай классный, большой, маленький, какой-то, дешевый, дорогой, и, в смысле, требовать от него, вот этой всей математической точности, судя по всему, она только уводит людей, судя по всему, насколько я понимаю, то есть, когда люди начинают, взвешивать, ровно, вот, 4 грамма, и секундомером заваривать, понимаешь, и сливать там, и все остальное, то, как правило, как бы, это уже пахнет, оно чем-то другим, не, ну, надо с чего-то начинать, походу, сначала пробует так, потом понимаешь, что это какая-то, какая-то, не тая, не тая, я, кстати, сами пользуюсь, для того, чтобы себя, как бы, перепроверить, то есть, условно говоря, я привыкаю, вот, ложить какое-то количество чая, тут вдруг я такой понимаю, что, слушай, что-то, ты что-то, в четвертый день не спишь, бегаешь, вылеческ назад, знаешь, наверное, что-то не так, опа, 40 грамм, понятно, надо меньше, 39, все понял, то есть, такие вещи, как бы, ну, так, чтобы я, знаешь, все вот, максимально, как бы, знаешь, вот там, унифицировал, ну, нет, ну, это же, ну, это прям, безобразие, как бы, какое-то, то есть, в этом, как бы, мне кажется, и заключается, ну, чай, получается, такой, какой он, вот, в потоке идет, в потоке дня, утро, вечера, чего угодно. И пить, как тебе нравится. И пить, как тебе нравится. В этом-то и вопрос о том, что, по сути, и насколько я понимаю, нет правил, понимаешь, в этой вселенной, есть рекомендации китайские, то есть, я вот часто привожу такой пример, я его приводил сто тысяч раз, вот, как бы, кипятком заваривать, там, зеленый, белый чай, ну, как бы, не положено, потому что он просто его обжигает, и ты получаешь обожженный, ну, какой-то листья непонятные. Ну, там, блин, а если у меня нет другой воды, кроме кипятка, или я вот ездил вот недавно в поезде, да, вот в Черновцы, ну, нету другой воды, кроме вонючей, и у меня было до этого, там, в термосе, сколько я там брал с собой, вот, я ее там вылил, я еду там сколько, 15 часов, ну, нет другой, кроме вот этой, вонючей, железнодорожной воды, ну, пью, ну, такой чай пью, я взял с собой чайничек, взял там все у меня, тра-та-та, я там, как бы, скрасить это вот. Там же выдержанная вода, сколько лет там кипит, достойная, ну, там, да, ну, это надо было сделать, хотя бы для того, чтобы все люди такие, типа, наркоманы, типа, ну, я еду в купе, а там, именно, что такие лазеры, прожигая, а я там, поэтому, ну, как это, ну, будем пить такую, ну, что, в этом-то, как бы, момент, главное, чай, главное, как ты в этом все находишься. То есть, эта вся история очень важна, чтобы она просто не заменила чай, знаешь, потому что, это я возвращаюсь китайцы, на каждом чайнике пишут эсин, там, сто процентов, знаешь, там, типа, вот, и поэтому, если ты вот в это веришь, а не веришь себе, тогда ты, ну, тогда ты пьешь всегда из эсинского чайника, понимаешь, тогда все чайники эсинские, и тогда, как бы, ты же, ну, к себе прислушиваешься, это же инструмент для того, чтобы настроить твои собственные ощущения более, ну, тонко. Чай тончает восприятие, как говорил Бронислав Брониславович, то есть, вот это прям вот оно, как бы, да, прям вот туда, поэтому, вот. Почему такие маленькие чашки? Хороший вопрос. Очень часто просто его задают. Не-не-не, почему у вас такие маленькие чашки? Как можно пить из таких маленьких чашек? То есть, даже на 100 миллилитров, часто говорят, что, блин, почему они такие маленькие? Ты не хочешь заварить еще немножко? Ну, там, может быть, другой чайник. Да, надо вот это. Типа, у вас нет ничего покрупнее, зачем пить из таких маленьких? Да, у нас, кстати, есть покрупнее, из-за чего. Короче, я не себе прошу, я просто, ну, ты же можешь объяснить? Я не себе прошу, я для пацанов. Почему, почему, для пацанов, почему надо пить маленькими? Почему? Ну, не то, чтобы надо, но, как-то так оно получается, что, удобнее всего такими чашками пить, ну, в том плане, как-то быстро и остывает, и, там же есть вот эта тема, там, в три глотка, как-то чай дегустируя, я просто не сильно. Я у Комарова ее видел. Это, на самом деле, кто-то тоже как-то говорил, что вот так надо, я говорю, ну, не знаю, я так не делаю. История как бы простая, ну, то есть ты, ну, ты должен, в связи с тем, что чай постоянно изменяется, он все время новый, ну, то есть каждый пролив отличается от себя же, от этого же чая, от другого. То есть твоя задача, ну, не пить одинаковый чай, а как раз вот, вот в этом вот всем потоке присутствовать, и видеть, как он изменяется, и как ты вместе с ним изменяешься. И поэтому, конечно, надо пить маленькой, чтобы ты успел это выпить и почувствовать. А ну, дай тебе полулитровую чашку пуэра. Я просто периодически дома раньше пил вот какой-то вот, ну, большой емкостью пуэр просто там, знаешь, ну, вообще в этом ничего нету. Вот вообще, это просто превращается даже не вне, в связи с тем, что он для такого объема невкусный, знаешь, и как бы, это вообще лишает всего смысла чайки-то. То есть как бы, болеем. Ну, это раз. Во-вторых, ну, это же красиво. Ну, чтобы оставал быстрее, в том числе. В том числе. И как-то я заметил последние вот несколько лет пошла мода больше на 100 миллилитров. Вот, условно говоря, пять лет назад любая чашка здесь это было 40-50, не больше. А я застал время, когда чайники были здоровые, где-то вот, условно говоря, 500-800, да, здоровенные, а чашки были вообще 20. И такие вот, вот у нас еще поставили, вот вообще 20, там, 25, вот такие вот пилюлечки сейчас. Сейчас все с точностью наоборот. Чайники уменьшаются, а чашки делаются больше. Да, в том числе, да. И причем, это не чайник единичка там, 60-граммовый, а вот, условно говоря, вот такой вот чайник, и вот у тебя чашка, ну, какая-то вот такая. вот, вот я пью, у меня 130 чайник, и 120 где-то там, ну, чашка там. Ну, да, да, да. Ну, чай, да, 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 и ты, как бы, получается, у тебя тоже чихая нет, вот ты сразу чашка и чайник, и все, и ты себе там, опять же, выехать. Ну, вот в том числе. На самом деле, блин, как тебе нравится, так и делать. Это когда в одного, оно, в принципе, удобно, ты хлоп-хлоп, там, стеночка перелил, попил. Ну, все равно я пользуюсь чихаем, хотя у меня, да, они вот, но можно сразу перелить. Вот этому чихаю, ну, думаю, лет, ну, наверное, 8, там, что-то, 7, там, что-то такое, да, их прям, уже много вопросов уже слышал. Чего это, типа, хорош уже там, возьми там, что-то там больше. Думаю, слезь сюда. И он живет у меня и радуется. Это, тоже, кстати, случай, был сервиз, у сервиза на крышке чайника был скол, и, соответственно, он, как бы, ну, не был продан, он остался тут, и эти чашки вместе с этим чихаем остались жить. И, как бы, то есть, типа, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть, он бы продался где-то у кого-то, может быть, умер бы, или там пользовался, а из-за того, что он был нащерблен, он теперь каждый день работает вообще, беспрерывно, знаешь, то есть, такая вот, у него прям, судьба такая, настоящая. Да, вот, это хорош чайник. Ну, такой, как бы, типа, вот, который мне было бы не стыдно там иметь дома. А есть тем, такие, ну, вот, что наработанные чайники продают. Например, ты попользовался им, там, пять лет, и продают. В том числе, да? У нас, в том числе, да? Ну, вообще, да? Ну, она же существует, такая тема, да? Да, конечно. Нормально. Ну, я просто, слышал там мнение людей, которые это воспринимают, ну, как так вообще можно, там, он же им пользовался, там, он какой-то бэушный чайник продает, да? Надо чайник брать новый, вводить его в эксплуатацию, облучать, там, еще что-то. Да, тут непонятно, да, кто там им там пользовался, и он там пил-пил-пил, а потом, типа, вот, продал. Старик, судя по всему, здесь чисто, вот, это вот, восточная, в целом, и китайская, в частности, как бы, вот, ну, система мировосприятия. То есть, возраст – хорошо. Как бы, взаимодействие с человеком, правильное взаимодействие – хорошо. То есть, как бы, жизнь в месте, где предмет напитывает человека, человек напитывает предмет – хорошо. Поэтому, то есть, если чайник, условно говоря, с тобой какое-то время посуществовал, и он при этом там сохранился, и это понятно тому человеку, кто этим интересуется, кто хочет это приобрести, то, конечно, оно имеет цены. То есть, он, как бы, ну, возрастает. Ну, потому что, я еще раз говорю, оно, как бы, получается, имеет определенную, ну, как бы, уже есть этот результат, он виден, то есть, что, да, действительно, есть какое-то взаимодействие. И так целая куча предметов, их ценность только возрастает. Даже, может быть, эта ценность нисколько четко ощутима в деньгах, но она, вот, видно, что этот пример другой, он лучше. Как тебе объяснить? Светимость у него какая-то, жирность. Ну, это, там, у китайцев есть прям четкая система, как бы, описания подобных, как ты даже сказать, опытов, что ли. Но, короче, взаимоотношение человека с предметом, правильное взаимоотношение, но только обогащает и человек, и человека, и этот предмет. Вот так. Вот. А, ну, так ты, расскажи про тебя, ну, как мы с чайниками тут дружим. Ну, был вопрос по поводу того, можно ли, как бы, типа, заваривать. Нужно обязательно, ну, для того, чтобы они хотя бы немножко базово наработались, уже будет, ну, потому что бывают такие заварники, которые вообще нарабатываются, ну, очень много поначалу съедают. Вкус оранж, как надо чай перевести, для того, чтобы его запустить, активировать непосредственно. Человек его покупает, и говорит, блин, ну, у меня там, типа, уже там три дня глиной воняет, знаешь, ну, и пахнет. Типа, я, мол, оттуда просто кипяток заливаю. Я говорю, ну, там, блин, еще. Он такой, там, через день, говорит, о, все, класс, все, чай пью нормально. Вот, прикинь, бывает такое. Есть практика проваривать, кстати, в листьях, там, тоже, для того, чтобы, как бы, форсировать этот процесс. Ну, мы особо, как бы, таким не занимаем. Мы просто, я взаимодействую с каждым предметом. Я лучше по 4-5-10 раз заварю здесь из каждого чайника, который есть на витрине. Я могу потом человеку объяснить про какие-то тончайшие особенности работы с ним непосредственно. Какой-то там есть рабочий угол у него. Бывает. А для какой посуды, ой, а для какого чая лучше подойдет, а какая стенка, а какие вот есть, там, вообще просто нюансы. Там, может быть, ручка удобна больше для девочки или больше для парня, там, у кого-то, ну, там, не блестит палец элементарно вообще. Кирожочки домашние. Не, спасибо большое, не нужен вклад. Вот это вот оставить надо, кстати, да. Вот так мы отдыхаем, Джонни. Это, кстати, 5 часов вечера суббота, да. Пишут истории какие-то, да, там, продают чайники и есть фишка, да, вот, введение чая в эксплуатацию, чайника в эксплуатацию. Много таких статей, как раз, когда ты его должен купить, в нем есть осколки, там, еще, возможно, остатки глины, там, тебе надо его, там, помыть, там, водичка, сварить его именно в том чае, который ты потом будешь его обучать, да, там, пить. Вот, и человек, обчитавшись вот этих вот всех дел, захочет купить именно глиняный чайник, чтобы варить его в кастрюле в пуэре, вот. так вот, а он, а он у тебя уже, а, заварит, заварит, он скажет, зачем же ты заварил? Блин, все испортили меня, знаешь, как вам не стыдно, вы меня всю жизнь сломали, потому что я мечтал, ну, я такого еще не видел, но, наверное, такое есть, классная история, да. Фу, такой смотришь, да я вообще... Слушай, на самом деле, история такая, вот приходят чайники, мы их, естественно, сразу же там открываем, что-то смотрим, это же класс, это вот сокровище, понимаешь, все там посмотреть, позвенеть, пощупать, поразглядывать, вот, какие-то сразу вызывает интерес, какие-то надо пролить тут же, условно говоря, вот в эти 10-15 минут, что-то водичкой пролить, кипятком, во-первых, они сохнут, как он сохнет, как он там звенит, как проливается, водяной замок, бывает, он выглядит бомба, на фотографии круто, приезжает, офигенный, заваривает говно, реально, вот все вот, ну, просто безобразие, и вот, вот, и казалось бы, понимаешь, и ты еще раз его держишь в руках, и не можешь поверить, что он так плохо льет, например, а там что-то, знаешь, микроугол какой-то, что-то не так, я не знаю, сделали как-то что-то, и все в нем хорошо, и вот он, а где, кстати, этот чайник, помнишь, был такой, куда-то, мы его еще хотели, ты его разбить хотел, в гневе, да, а там чайник стоил, что-то там долларов 300, реально, вот что-то такое, не знаю, я сейчас не хочу, не знаю, не хочу, давай подарим его, не знаю, у тебя будет на полке где-то стоять, реально, чайник классный, вот, вообще класс, но мимо просто, совсем, вообще, не заваривает, ну, заваривает, ну, там знаешь, если ты льешь, у тебя вот все в этой воде, вот все, хотя там, вот он выглядит просто, как в Сан-Франциско, да, бывает такое, поэтому, есть, короче, какой-то первоначальный контакт с этим чайником, сразу, вот, и что-то тра-та-та, потом, вот как вот сейчас, да, так, ага, в чем заварить, знаешь, вот чик, раз, вот это, да, очень, а вот так, а если так, то есть, вот это приблизительно так, а давай с этого, потом плюс, ну, вот действительно, придет ко мне, например, вот там, любый мир борода, скажет мне, слушай, а вот мне нужен чайничек, там, для, там, заваривания, вот там, утесных улунов, мне же надо понимать, как льет этот, как тот льет, скорость слива, да, то есть, это все эти, все вещи, ну, как бы, вот, условно говоря, они же похожи друг на друга, но они разные, реально разные, а есть чайник, который, ну, вот он, вроде бы, похож, там, для заваривания улунов, да, там, крышка у него, горло, там, плохое, все, ну, то есть, в смысле, там, его там легко мыть, вроде он там, должен нормально сливать, нормально заваривать, толщина стенки, все, а вот он, блин, плохо сливает, или сливает медленно, и, соответственно, ну, не попадает, он тогда в этот, да, поэтому тут, ну, это все, опять же, у меня был любимый чайник, который стоил 20 долларов, самый мой любимый чайник, вот, у которого крышка разбилась, который потом оказался, там, силиконовый, ну, знаешь, 20 баксов, я его просто, то есть, да, мы когда-то с Андреем поехали в Киев, и общались, там, с китайскими, на китайском рынке, которые продавали китайские товары для китайцев, ну, что это вообще, и, типа, там, короче, чувак вот так вот стоял, и я у него вот так вот за спиной увидел чайник, просто один, и говорю, вот этот, да, нет, и он, типа, не продается, знаешь, я говорю, ну, слушай, ну, что ты там, короче, типа, да, знаешь, ну, там, я увидел подобные, у него стоили там двадцатку, он просто мне вот так, знаешь, отдал, там, просто всего, и вот я вот им пользовался, потом, не знаю, лет 5-6 или 7, знаешь, ну, опять же, двадцатка тогда, это, наверное, 80 сегодня, ну, вот, я имею в виду, что, ну, я имею в виду, что он не был гениальным, но он был лучше всех на свете, просто, и когда он, когда я его кокнул, он был реально прям, скупая мужская слеза скатилась по лесу шкирлица, да, вот, так что, ну, такие дела, да, но, но Дима при этом, как бы, постоянно еще, как бы, нарабатывает свою гонфу, то есть, есть возможность видеть эти предметы, это очень тут немаловажно, они приходят, можно с ними как-то общаться, контактируя, оставлять себе, в том числе, для поиграть, или позаваривать тут, посмотреть, что это такое, понимаешь, продать, не продать, там, это, это, поверь, очень важный момент, то есть, есть много специалистов в интернете по фотографиям, которые лечат, есть много специалистов по видео, которые снимают другие специалисты, по видео, понимаешь, ну, а есть, там, китайцы, которые я с этими предметами, я, когда попал в Китай туда, туда, с Ильей попал к этому, к Жумину, который,ordre жильян, там, я увидел такое количество предметов, ну и такой фактуры, такого цвета глины и такого, которого я не знаю. И там от 30-40 тысяч юаней были предметы, которые бомба. То есть мы здесь не специалисты. В смысле, даже если мы считаем, что мы что-то знаем. Да, там еще целый мир. Реально, ну и мимо вообще. Там пророста гидрокапута. А те, кто тут, а те, кто тут думает, что он знает, те точно ничего не знают. Потому что тут просто нет возможности это знать. Нет такого количества предметов и нет специалистов. Это у нас еще есть какой-то вариант с этим, просто больше есть возможности. Дима посвящает свою жизнь для того, чтобы этот чайник найти, условно говоря, заказать, купить. Этот чайник приезжает и можно его взять потрогать в руках. А если его не потрогать, как ты поймешь, как вот он звенит, понимаешь? Ну да. Ну как купить вообще по интернету? Что же такое? Я, честно говоря, вообще с трудом представляю, как можно купить вот этот чайник просто по интернету. Ну то есть надо только доверять мне, тебе, Диме. А так по-другому никак. А Дима правильно еще сказал, есть еще целая куча чайников, которые очень похожи. Прям очень похожи. Вот прям капец как похожи. А при этом один стоит... А при этом один, условно говоря, стоит в закупке 20 долларов, а другой там 500. А они при этом визуально такие, знаешь, типа близнецы, но жили в разных семьях, но близнецы. Но заваривают они по-разному. Капец как по-разному. Ну да. И еще такой же, условно, который стоит 5000, из которого все пошло. Ну то есть есть какие-то там определенное количество традиционных форм, каких-то сюжетов и старые предметы в том числе. И есть их переиздания современные, хорошего, высокого качества. Есть более простые и очень часто бывают визуально похожи. Слушай, ну формы-то на самом деле чайников там не такое большое количество. Ну не то, что формы, я имею ввиду конкретный какой-то сюжет именно может быть. А вот смотри, вот такой чайник, например, да? Он у вас один? Да. У нас все по-другому. И тут же там появляется человек, честно, ну я не помню. И он говорит, мне нужен вот такой же там. У меня там день рождения или что-то такое, надо точно такой же. Я связываю с Ильей. Потом эта ситуация повторялась несколько раз. Он говорит, ну там, я связываю с Ильей, говорю, ну вот надо вот такой же там. Илья говорит, окей. И он там типа общается там с человеком. И человек говорит, хорошо. А мне надо было там что-то, например, 5 там или 3 там, вот одинаковых. Приходят, через какое-то время 3 там или 5, они все разные. Один чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Ну вот просто, как бы вот так просто возьмешь в руки. Если отложишь, не увидишь разницу. Но когда вот их поставишь, то понимаешь, что они все чуть-чуть разные. И мы потом видели эту штуку. Когда вот, например, вот приходят два чайника с одинаковыми сюжетами. В смысле, сюжеты подобные, чайники как бы типа одинаковые должны быть. То есть только одна девушка стоит вот так, а другая стоит вот так. А эти чайники разные, понимаешь, на самом деле. То есть у них, тем не менее, вот они разные. И они сделаны одним человеком, одной мастерской. Там все одно и то же, якобы должны отличаться только вот там, каким-то там, знаешь, там. Но тем не менее. Поэтому, да. Поэтому все равно все это как бы, ну это радует. То есть, ну мы тешим себя надеждой, что это делают люди. И тут есть. А, у нас была, знаешь, какая штука. Ты заказывал пиалы, короче, которые, эти чайные стаканы. И там что-то пять или шесть, где сидит такой, типа там дома. Сидит там, так знаешь, мудро глядя вдаль. И на одной он закрыл глаза. Просто. То есть, такой. Или заснул, или типа медитирует. Ну что-то. То есть, типа, как бы вот просто сюрприз, знаешь. Одинаково, одинаково. Ну, как бы видно, что руками сделано. Чуть-чуть отличаются, но не изначально. А тут на один прям сильно, знаешь. За такой, знаешь, типа, все, есть, выключил. То есть, это вот, это прям кайф такой. Это прям радость. Ну, этот чайник получается, что он единственный. Ну, получается, да. Ну, опять же, от какой-то цены. От какой-то цены. Да. То есть, я думаю, что чайник, который там стоит, условно говоря, там, ну, там, не знаю, 500 гривен или 1000 гривен, вряд ли он будет какой-то уникальный. Я думаю, что они делаются просто, ну, потоково. Еще раз, это не значит, что плохо. Просто, блин, ну, такой чайник. Ну, как объяснить? Не, иногда мастера, на свое усмотрение, они могут повторять свою работу. Они могут себя же повторять. Но это все равно будет уже другой заваренник. А бывает такое, он повторяет форму и, условно говоря, орнамент, а здесь другая резьба. Ну, такие моменты. Я понимаю, что ты спрашиваешь, можно вот прямо точную копию такого сделать? Не, я спрашиваю про то, что, не спрашиваю, а про то, что, типа, вот этот, если бы у вас был такой же чайник с таким же рисунком от того же мастера, и там продавца, и по той же самой цене, он бы был все равно другой. Да. Он бы по-другому заваривал, он бы внешне чуть-чуть отличался, если их сравнивать между собой. И даже если бы там двум братьям-близнецам подавить по чайнику, у каждого из них все равно будет он разным. Мало того, через какое-то время эти чайники, вступив во взаимоотношения с людьми, тоже сами изменятся, изменят людей. И наступит рай на Земле, прилетит планета Нубира, и после этого все мы... То есть это ж, ну, блин, это ж волшебный предмет, который, конечно... Не, плюс уход много значит, правильно? Ну, как человек ухаживает за чайником. Чайник, он тоже меняется, даже внешне меняется от ухода. Ну, это прям, ну, вот это как раз, вот видно прям, вот визуально, это, как сказать, очевидные вещи. То есть видно, как чайник меняет цвет. То есть ты завариваешь чайник, чай в чайнике, ухаживаешь за ним, там, он у тебя там не стоит с чаем там по пять дней, знаешь, ты его там моешь, вытираешь, сушишь и тому подобное, и видно, как этот чайник изменяется, визуально. Внутри и изнаружи. То есть, ну, это ж как бы такое, ну, блин, да, вот так. Ну, это тоже, ну, классно, это тоже как практика. То есть, ну, вот у меня есть такой пример. Вот представь себе такую ситуацию, что есть некий инструмент, есть некий предмет, который, в принципе, помогает тебе принимать решения каждый день. То есть ты берешь его тогда, когда, так или иначе, тебе нужно войти в какое-то состояние. Ну, кто-то для этого ест там борщ, я не знаю, общается с друзьями, кто-то выполняет какую-то там зарядку, ну, какая-то есть ритуальная часть. Кто-то идет по дороге из работы домой или из дома на работу, и у него как-то работает голова включая. Вот у меня, например, это чай. То есть я беру чайник, наливаю чай, пью его и принимаю какие-то решения важные для меня на этот день, на эту неделю, месяц, год, какие угодно. Мало того, я могу придумать что-то. Сколько стоит такой чайник, который, в принципе, является непосредственным участником вот этого вот действия, вот этой магии? Сколько он стоит? Да пофиг, сколько он стоит. Ну, то есть если я его выбрал из какого-то количества предметов, и вот он является постоянным, каждодневным участником вот этого ритуала. Хороший он, плохой, дорогой, дешевый. То есть он со мной находится в непосредственном контакте с моей работой. И я с этим чайником каждый день общаюсь, прикинь. И плюс я же, конечно, за ним как-то ухаживаю, что ты там делаешь. Сколько он стоит? Может стоить 3 рубля, может стоить 300 тысяч как бы. Это важно, как я с ним. Вот поэтому тут приблизительно такая история, знаешь. То есть, а если там действительно окажется, что ты, вот выпив этого чая, принял какое-то судьбоносное решение? А если ты еще поймешь, что нет никаких решений, кроме судьбоносных? Та-дам! Та-дам! Вообще все тогда интереснее, понимаешь, получается. Вот. Поэтому класс, да. Паузу сделай. Чего ты меня так размазываешь? Чайных магазинов в Украине вообще, в принципе, их мало того, что очень мало, во-вторых, еще нет такой истории чайной украинской. Ну, как бы, блин, там 10-15 лет, знаешь, чайным магазином, это как бы вообще ни о чем. Насколько я понимаю, есть несколько образований, которые, ну, вот таких каких-то, уже покрытых исторической магией, мистикой, знаешь. Это вот Киевский чайный клуб. Это где-то, наверное, начало двухтысячных. В Одессе был магазин под названием «Чайный канон». То есть это вот такие какие-то вот наши, то есть древние такие чайные, я же говорю, как образования, как некие уже мифические личности. То есть, да. Кто-то с тех времен там открылся и закрылся, кто-то закрылся навсегда. На самом деле, как бы магазинов, которые бы проработали с тех пор крайне мало. Вот у нас возраст будет в январе месяце будет 8 лет. Это, как по мне, это много для чайной движухи украинской. Вообще, я и мы чаем занимаемся 10 лет, но конкретно магазину здесь 8. Это много. Ну, я, как бы, сужу так. Я, в принципе, ну, насколько там, как бы, мне позволяет моя лень, так наблюдая за людьми, которые делают что-то в Украине. Ну, и не только в Украине, но за российским не слежу особо. Молдову так себе знаю, белорусы, ну, как бы смотрю. В общем и целом, все занимаются одним и тем же. Все просто покупают что-то в интернете и перепродают это кому-то, кто ленится. Купить в интернете. Купить в интернете, да. И поэтому, как бы, получается, людей, которые либо занимаются чем-то серьезно, либо посвящают этому жизнь, крайне мало. Вот могу выделить, есть Аркадий Михайлович магазин «Дзен», который находится в Херсоне. Это прям вот столб. То есть, вот этот магазин стоит, там, ну, десятка магазинов, сто процентов. То есть, подобных, я думаю, нет в Украине магазинов. Вот. Ну, там вот есть чайный клуб. То есть, люди так или иначе, которые что-то ездят, там, в Китай, что-то сами привозят, что-то сами продают. По какой-то невыясненной причине нет людей, которые бы делали свой чай. Ну, то есть, в смысле, там, вот пуэры. Ну, если кто-то и делает, то в каких-то, там, что-то, знаешь, около просто поиграть, там, в маленьких каких-то тиражах. То есть, никто не посвящает этому время. Там, жизнь, я не знаю, как правильно сказать. Вот. Но при всей, при этой ситуации, что радует, то, что, как бы, как бы чай играет вот этим вот своим, знаешь, огромным количеством грани бриллианта. То есть, получается, в каждом городе вырастает своя собственная какая-то чайная, я даже не знаю, как сказать, чайная движуха, что ли. То есть, получается, что чай расталкивает локтями место под себя и занимает в культурной какой-то или какой-то социальной жизни место, которое до этого принадлежало чему-то другому. И после этого остается, ну, судя по всему, навсегда. То есть, но при всей, при этой ситуации в каждом городе чай свой. То есть, где-то чай пьют спортсмены, где-то чай пьют бывшие наркоманы-алкоголики, ну, вот такие люди, да, где-то чай пьют, там, люди, которые занимаются там йогой, какими-то духовными практиками, восточными единоборствами, где-то люди, которые, ну, то есть, понимаешь, как бы, я имею в виду, что везде чай так или иначе, как бы, есть ребята в Запорожье, которые там, они организовывают все время чайные движухи, там, благочай, они выезжают, там, на Хортицу, у них там ковры, там, понимаешь, то есть, каждый, есть ребята в Харькове, которые делают свои доски, есть там чуваки, которые там, там, видят идти, они там организовывают карпаты, то есть, каждый, так или иначе, как бы, да, играет, у тебя своя там движуха в Николаеве, понимаешь, то есть, каждый, так или иначе, как бы, как-то по-своему видит чай, или чай через этих людей, через нас всех как-то себя транслирует, передает, показывает, и получается, что нет такой, знаешь, вот чай должен быть вот таким, вот так вот, вот чайники такие, чашки такие, чай вот такой, заваривать так, вы должны выглядеть вот так, вас должны звать Дима, вы должны быть лысые, знаешь, и вот, да, и вот тогда вы чайный магазин, знаешь, как бы, вот такого... Рубашки с драконами. Да, 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 были женские рубашки с драконами, как было когда-то сказано. Вот, то есть, вот в этом, как бы, я вот, как бы, получается, что, условно говоря, есть уровень просто, человек любит чай, и он его пытается всем показать, рассказать, и это видно, это все горит, расплескивается, знаешь, как кипяток. Чем, как бы, дальше это все происходит, тем человек ищет свой какой-то интерес в этом. Ну, я имею в виду не финансовый интерес, а интерес каким-то образом проявить себя, узнать чай больше. Вот я же говорю, там, как Аркадий Михайлович, он там в Юнань, старые деревья, по горам там, что-то с этими чуваками общаться, которые чай делают. Это все очень интересно, знаешь, как вот Бадурыч, который там в Китае. То есть, он же тоже поехать там с ними жить, что-то там общаться, там, знаешь, узнавать, что там, как происходит, как жарят его там, как варят там. То есть, вот это все очень интересно. Получается, чай так или иначе, как бы, всех там приоткрывает. Видишь, там Вова шаповал с этим, с чайными головами, у него там свое, там у него там нефрит, он делает какие-то нефритовые предметы. То есть, чай так или иначе, как бы, изменяет людей через себя, люди через чай могут себя транслировать, показывать, как-то выражать творчество свое. Но при любых обстоятельствах, я думаю, что как только чай попадает в зону твоего собственного внимания, ну, то есть, как бы, вот, как сказать, настоящий чай по-настоящему попадает. Любой человек, я думаю, он даже где-то может даже вспомнить, когда вот, хоп, и, как бы, вот, и все. Ну, я даже не знаю, как это правильно сказать. То есть, знаешь, когда вот первый раз что-то щелкнуло. И, как бы, все. То есть, ты уже не можешь сказать, что ты не, что остался прежним. Вот. Поэтому я, это как такой, знаешь, как бы, типа, как такой манифест, как бы. То есть, типа, чай никого не хочет победить, но при всей, при этой ситуации чай, как вода, как бы, вот, заполняет все. Поэтому каждый человек, который действительно включается с чаем в чай, он уже не может остаться прежним. Он уже, так или иначе, жизнь его потечет по-другому. Вот такой момент. И твоя жизнь, она является подтверждением этого. И моя жизнь является подтверждением этого. И жизнь вот, вот, Димы тоже, понимаешь. И даже жизнь Татьяны, я уверен, тоже, так или иначе изменилась, понимаешь. После того, как изменилась твоя жизнь, которая, да. Каждый вечер навалив уже что-то там про чай. Мне, кстати, приснилась, одна история про чай. Я тут не договорил вчера вечером уже, заснул. Таня, Тань, я тут, кстати, не договорил. Проснись, Таня, очень важная история. По этому мы неправильно заваривали, Таня. Ну, вот такие вот дела. Поэтому при всей, как бы, легкомысленности это очень серьезно, но при всей серьезности это очень легко. Еще прикольно то, что люди, получается, знают друг друга, который пьет чай. В этом, как бы, чайный движок. Не обязательно в одном городе, да. И при этом нет главных. Вот в чем момент. Вот, как бы, понимаешь как? То есть, понятное дело, что у кого-то там чайник за миллион, а у кого-то там и кто-то там это. Но на самом деле, я уже тут работая или тут находясь, знаю много народу чайного. Так или иначе там. То есть, я не был, например, я ни разу в жизни не был там в Харькове или Днепропетровске. Я вообще ни разу в жизни не был. Я не знаю, что там, как там происходит. Вообще, есть ли эти города. Вообще, реально, мне не известно. Но, судя по всему, там классные чайные чуваки живут, понимаешь, с которыми я там общаюсь. Вот. Ну, там периодически как-то. Так вот, я имею в виду, что все люди как-то плюс-минус друг друга знают. И, по крайней мере, ну, как бы все эти новости так, вот как-то так, да. Ну, чай объединяет все под небом. Хочешь ты не хочешь, так все и происходит. То есть, оно такое. И чай, действительно, он может быть, знаешь, как некий такой объединяющий всех фактор. Я думаю, что, наверное, как бы такая вот очень классная идея, на самом деле. То есть, без религии, пола, там, вероисповедания и прочего всего остального. Просто пей чай и все. Я видел массу народу, который там, ну, необязательно иметь там, знаешь, там, что-то там это. Вот там есть там термос за 200 гривен, ну, что там, за 300 пей гривен всю жизнь. Все нормально. И уже вижу, сколько людей пьет по паркам, там, на пляже летом, не летом. Сколько народу фотографии выкладывают. Ну, у меня же получается полная лента Инстаграма и только чай. Там очень мало оружия, голых женщин и наркотиков, знаешь, все. Если голая женщина, то только с чаем. Да. Признаюсь, это так. Да, вот. И очень много народу, который пьет чай там где-то в горах, на природе. Очень здорово. И я думаю, что, ну, как просто получается, что для истории чайной, не знаю, мировой, условно говоря, да, или какой-то там, ну, европейской, да, это еще там какой-то возраст, там, 10-20 лет. Для истории, в смысле там, в мире или там, для китайской, 20 лет чая вы пьете, вы вообще… Новорождение? Ну, даже нет. Поэтому я думаю, что мы как бы просто, ну, мы проходим этот курс как бы экстерном, но думаю, что все у нас еще впереди. То есть все эти наши, как бы, там, ошибки или какие-то достижения, они все еще, как бы, будут только все лучше. Класс. Мне просто очень радует, что все люди пытаются себя как-то выразить через чай, что никто не боится ошибаться, что люди что-то придумывают все время, что что-то какие-то приходят, какие-то мероприятия. Там кто-то там побежал с чаем, там у тебя спортсмены пьют чай, там, знаешь, там кроссфитеры раз, там люди в отоп, чайок, там, знаешь, там вот такое все. Тут у меня миллион там знакомых, товарищей, которые там рядом, там раньше торчали, чай. Ну, то есть все вот такое, знаешь, тут йоги, тут что-то там, тут какие-то там эти мурчат, чаек там, знаешь. У меня вот по себе замечал, есть такие вот моменты, когда хочется просто куда-то поехать, чтобы попить чай. Ну, да. То есть не просто выпить чай по пути, а специально поехали в какое-то красивое место, сейчас сядем, заварим, попьем. Ну, согласись, как вообще, да? Ты едешь. И тут тогда вот возникает вопрос, нужно ли все это, да? Вот мы там, если я правильно помню, начали с этого, ну, когда позавчера начали с этого. Нужно ли все это? Блин, если ты счастлив от этого, если ты там не поленился взять с собой доску, чайник, и я с собой беру какую-то чайную фигурку, игрушку, чашку, там, какой-то камушек, ну, что-то. И приехали там, поднялись куда-то там на склоны, сели, море впереди, разложились. Ну, блин, ну, класс же, ну, что. Ну, пускай будет с нефритом, пускай будет с фигурой, пускай будет с чайником, ну, почему нет? Кайф. Ну, короче, я, честно говоря, я вообще не вижу минусов в чайниках. Я их ищу периодически, думаю, может быть, это классно, что-то там. Ну, только перепить надо сильно, но у меня это уже практически никогда не получается. То есть, ну, чтобы случайно, надо специально, если хочу, то да-да. Ну, так что, поэтому, я не знаю, мне кажется, давайте все вместе возьмемся за руки, уверуем в чай, я не знаю, как-то там помолимся, не знаю, что надо придумать, там как-то. Костюм, вот, у меня уже есть, кстати, костюм первосвященника чайного. Номер один. Номер один, кстати, спасибо большое за номер один. Вот, я покажу там. Там есть в камере, показывает? Да, вот, сейчас даже не я даже разговариваю, сейчас разговаривает чай. Виктор Олегович. Ну, да, в том числе, да, Виктор Олегович. Вот, поэтому, огромное спасибо за всех тех, кто вот эту всю вселенную делает, понимаешь, и ты часть этого мира, и я часть этого мира, и Таня часть этого мира, и большое количество людей, которые, может быть, даже не знают, что они часть этого мира, вот этого, которые, на самом деле, как бы, вот, для меня более реален, более интересен, более, ну, необходим, и я, как я думаю, этому миру тоже более необходим, чем, ну, очень много всего, поэтому, да, мне вот здесь интереснее. И так мы тут все и создаем, и у тебя точно так же, мы, чтобы, говорим, то есть ты, как бы, типа, дверь открываешь, попадаешь в Нарнию какую-то, знаешь, хоп, а там другой мир вообще совершенно, то есть там что-то вот там, а здесь вообще другое. И он постоянно меняется. И он постоянно меняется. И он постоянно меняется. И приходишь, это, хоп, заходишь одним человеком, выходишь другим. Каждый день так. Человеком лень. Ну, да. Да, чажень. Так что, ну, я бы хотел бы, дорогие украинцы, этот год был нелегким для нас. Хотелось поздравить всех с наступающим Новым Годом. Виктор Олегович. Пусть все, кто ищет путь мира и счастья, найдут его. Мне кажется, можно заканчивать. Аминь. Спасибо большое. Спасибо. У меня батарея сегодня отказывает. Отказывает. Спасибо. Спасибо.